Пространство и время Пространство и время Разве не может быть по-другому? Уже даже в рамках теории относительности специальной Получается так, что Понятие абсолютного времени, которое было механикой Ньютона, оно исчезло Время становится относительным Промежутки времени становятся относительными Промежутки длины, интервалы длины тоже становятся относительными То есть, грубо говоря, в специальной теории относительности появляется бесконечное множество времен Поскольку с каждой системой отсчета можно связать свое время Однако мы не говорим, что в специальной теории относительности у нас время многомерное Или даже там двумерное, хотя бы этого нет Потому что все эти возможные времена, они описываются в рамках одного измерения Стандартное понимание Это раздельно пространство, раздельно времени Давно стало вчерашним днем И сегодня физика воспринимает Пространство-время как Единый четырехмерный континуум С одним временным и тремя Пространственно подобными измерениями На этой базе построена Специальная теория относительности На этой же строится общая теория относительности Вместе с объяснением природы гравитации После появления общей теории относительности Появились модели с несколькими временами В том смысле, в котором время понимает теория относительности Два времени, три времени Какое-то там N число времен Идея многомерного времени Сама по себе, она вообще завораживает И прежде всего возникает в связи с тем, что пространство Обычное пространство, в котором мы живем Трехмерное Оно не одномерно, а трехмерно И спрашивается Не существуют ли такие ситуации Где и времени можно придать смысл Некого многомерного объекта Нельзя сказать, что есть направление Которое можно было бы назвать Многомерное время, ну по крайней мере До текущего момента Но в принципе научное сообщество готово обсуждать эту идею Попытки представить время в виде нескольких измерений Несколько раз предпринимались в естествознании И в частности такое многообразие рассматривал советский авиаконструктор Де Бартини Иногда такой мир называют миром Бартини Однако формально время здесь Хотя и можно воспринимать как трехмерное многообразие Точно как и трехмерное пространство На самом деле с такой идеей связаны определенные трудности В частности здесь от одного временного измерения Можно переходить к другому времени Неким непрерывным ехлидовым поворотом Что означает, что в таком многомерном времени Теремногомерном пространстве Существуют преобразования, которых мы не наблюдаем в реальности Значит, логика Де Бартини Сталкивается с определенными трудностями Средореть которые, на мой взгляд, невозможны И, собственно, поэтому его идеи остались невостребованными Но при этом можно уцепиться за самое главное в его представлении За идею многомерного времени Вот, например, мой коллега, значит, профессор Ефремов Александр Петрович в Университете Дружбы Народов Он развивает теорию, значит, так называемых бикватернеонов Бикватернеон — это своеобразная математика В которой, естественно, возникает шестимерная геометрическая конструкция В которой три координаты входят с одним знаком в определении интервала А три координаты с другим знаком То есть получается, как бы, теория, в которой есть три пространственных и три временных измерения Однако бикватернеоны — далеко не единственный класс так называемых Гиперкомплексных чисел Которые сейчас активно используются физиками и математиками Для описания окружающих нас процессов Например, вне гиперкомплексных систем в геометрии и физике Разрабатывается такая модель нашего мира В основу которой положены поличисла Обладающие целым рядом преимуществ На базе этих чисел уже создана даже своя поличисловая теория поля Поличисловая теория поля опирается на очень простые исходные первичные понятия Собственно говоря, в основе лежит алгебра поличисел Поличисло — это достаточно простое, интуитивно понятное обобщение обычного вещественного числа Дальше оказывается так, что вот с этой алгеброй можно перейти к геометрии Которые генетически с этой алгеброй связаны Получается, первое достоинство, которое мы имеем — это алгебризация геометрии Со временем теория относительности в физику вошла идея геометризации физики Мы знаем, что математика является языком геометрии и языком физики Чем больше возможностей предоставляет нам язык, тем более сложные мысли, идеи Мы с его помощью можем выразить максимально простым образом Так вот, алгебризация физики и алгебризация геометрии, на мой взгляд, решает очень важную задачу Упрощение довольно сложных конструкций Если под сложной физической задачей или сложной геометрической задачей Мы видим, каким образом можно простыми методами ее математически описать А для этого как раз и нужна алгебра Значит, мы лучше понимаем суть происходящего сложного явления И можем разложить его буквально по полочкам Объяснив не только физику с высшим образованием Но даже школьнику, который изучил основы такой алгебры, связанной с некой сложной структурой Как в этой структуре возникает практически все Мы в каком-то смысле доводим идеи алгебризации до абсолюта Мы выводим из алгебры геометрию Эта геометрия получается отличной от геометрии Менковского Или геометрии, которая используется в общей территории относительности Римановых и Псевдоримановых Эта геометрия оказывается финслеровой Ну, попросту говоря, теорема Пифагора имеет вид кардинально отличный от привычного Там некоторые степени стоят, а в реалистичной теории это будет четвертая степень координат Такая геометрия приводит к весьма необычным следствиям Описливой геометрии у вас нет возможности сказать, что у вас время, а что у пространства У вас кто-то третье возникает Ни одно из многих направлений, которое может быть проинтерпретировано как одномерное время Не отличается ни от одного другого В том числе и от серпендикулярного направления То есть от другого независимого измерения Которое из-за симметрии мы также вынуждены трактовать как дополнительные временные измерения И дополнительная особенность такого многообразия, что вообще ни одного эвклидового То есть спито-пространственного измерения здесь нет Все время Прекрасно, но на этом пути сразу же возникает первый пупик Как интерпретировать тогда с физической точки зрения дополнительные измерения времени? Какой они имеют смысл? Мы выбираем другой набор первичных понятий Другой набор правил игры По которым из этих понятий выстраивается следующее понятие более высокого уровня Другой набор правил интерпретации И теории являются альтернативой Мы не обобщаем старые теории Мы выбираем другой способ описания, кординально При этом все, что от нас требуется Просто на выходе описывать Наблюдаемую реальность и те эксперименты, которые мы проводим Если эта задача выполняется, мы просто обязаны принимать эту теорию всерьез Кто сказал на философском уровне, что только пространство может иметь множество измерений Времени, ничто не запрещает быть так же многомерным При этом точно так же, как мы имеем право рассматривать пространство без единого временного измерения Философски никто не запрещает нам рассматривать многообразие, где все без исключения измерения чисто временные Но не слишком ли странная конструкция получается? Только время и ни одного пространственного измерения Перед тем, как пытаться представить себе такие многовременные многообразия Я бы предложил идти последовательно, начиная от одномерного времени Где нет второго измерения вообще, соответственно, проще рассмотреть геометрический образ одномерного времени Он может быть таким же, как и геометрический образ одномерного пространства То есть обычная вещественная прямая Но при этом одномерное время и одномерное пространство Это диаметрально разные сущности В чем есть различие? Прежде всего в том, что точка, с которой мы связываем пространство местоположения А во времени, когда что-то произошло, то есть события Хотя являются фундаментальными объектами и там, и там Но ведут себя по-разному В пространстве в одномерном точку мы можем двигать и вперед, и назад по одномерной прямой Во времени точка может двигаться только вперед Во времени и обратный ход для нее, по крайней мере, на интуитивном уровне запрещен Удивительно, но двумерное время можно также связать с уже известным геометрическим образом Который часто используется в теории относительности С двумерной псевдоевклидовой плоскостью Мы привыкли псевдоевклидовуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Почему? Потому что оба ортогональных измерения двумерной псевдоэклидовой плоскости совершенно равноправны с геометрической точки зрения. Если вы рассмотрите такую псевдоэклидовую плоскость и не обозначите одну из пар, имеющихся на ней изотропных конусов, как абсолютное прошлое и абсолютное будущее, вы не отличите их от той пары, которая обозначает абсолютно удаленные события. То есть, исходя из этого, двумерная псевдоэклидовая плоскость может интерпретироваться и как двумерное время. Переходя к трехмерным временным многообразиям, мы должны говорить о пинцеровости такого многообразия, о применении к нему пинцеровых метрик. И, наконец, четырехмерное время могло бы быть связано с многообразием, где также работает специально у вида пинцерового метрика, которую, чтобы ее конкретизировать, в математике называют метрикой Вервальда-Моора. Однако у многомерного времени есть очень серьезные отличия от многомерных пространств. Многомерные времена имеют два в степени n отдельных частей, между которыми невозможен привычный нам непрерывный евклидов поворот. В одномерном времени таких частей две, это прошлое и будущее. В двумерном времени, то есть на псевдоэклидовой плоскости их четыре, тут абсолютное прошлое, абсолютное будущее, и то, что на языке физики обычно называется абсолютно удаленными событиями правой и левой части. В трехмерном времени таких подпространств уже восемь, и в четырехмерном — шестнадцать. Это те свойства, которые отличают многомерные времена от соответствующих по размерности пространств и пространств времен. С этим нужно считаться, и это объективное свойство таких многообразий. Что мы приобретаем, если оставляем в прошлом идею пространства и даже пространства времени, и пытаемся встать на точку зрения, что наш мир — многомерное время. Приобретаем, помимо алгебраизации такого мира, огромное множество различных симметрий. Обыватель представляет симметрии себе в простейшем виде. Правое — левое, вверх — вниз, зеркальные симметрии. Физик и математик симметрии представляют более сложно. Они знают, что вращение и вклидово, переносы — это тоже примеры симметрий, только уже в симметрии более сложных они называются непрерывными и связаны с инвариантностью, с неизменностью расстояний. Это симметрии, связанные с движениями пространства или пространства времени. На сегодняшний день можно считать, что симметрия является одним из базовых принципов. Например, вся современная квантовая теория поля и единые модели взаимодействий различных, они строятся на принципах симметрии. Симметрия порождает новые объекты уже в пространстве времени, мы их называем полями. Эти поля осуществляют взаимодействие частиц, а уже результат этого взаимодействия мы наблюдаем в экспериментах на ускорителях фотопластинок. Но вот руководящий принцип — это симметрия. В любой современной теории, поскольку в ней есть симметрия, она неизбежно будет предсказывать некие законы сохранения, просто потому что есть чисто математический фактор, теория Манёта, которая связывает симметрии динамической системы с какими-то законами сохранения. В пространствах мы ограничены двумя типами симметрии. Изометрическими, когда сохраняются расстояния, и комфортными, когда сохраняются углы. Всё. А в многомерных временах есть возможность ввести третий и даже четвертый параметр, отличающийся от длины и угла между направлениями. Мы даже не можем сходу придумать образ такому третьему, а тем более четвертому понятию, но математически мы видим, что место для этих дополнительных параметров в многомерном времени есть. И хотя мы не можем представить себе ни эти параметры, ни симметрии, которые их сохраняют, математически мы решить задачу об изучении свойств таких симметрий и таких преобразований, что из этого будет получаться, можем достаточно спокойно. То есть математическое описание, и тут алгебра очень помогает, позволяет нам изучать многомерное время, несмотря на то, что в наших образах, в нашем мозге, в нашей системе наглядных понятий отсутствуют те основания, которые привели бы нас к пониманию свойств многомерных времен. И здесь мы должны подняться на высший уровень осознания реальности, где включается не зрение, не осязание, не апелляция к известным нам объектам и фактам, а работает воображение. Ясно, что имея такой материал, как бесконечное множество симметрий, мы можем сделать исходным объектом, который может быть элементарным, все что угодно. И по аналогии можно надеяться на то, что, во-первых, сам факт симметрии дает нам в соответствии с теоремой Нетр некоторые новые типы законов сохранения, которые еще нужно будет проинтерпетировать, как они будут выглядеть для наблюдателя. И тут, кстати, можно провести параллель с воображаемой геометрией Лобачевского, который тоже не нуждался для получения законов своей геометрии в неких наглядных образах. За это его сильно ругали. Говорили, что в окружающем мире нет ничего, что соответствовало бы геометрии, которая носит сейчас его имя. По строению специальной теории относительности выяснилось, что на так называемой поверхности эвдоисклидовой сферы как раз реализуется трехмерная геометрия Лобачевского. Это настолько было удивительное открытие, когда новые физические теории востребовали первоначально казавшуюся никому не нужной и практически непригодной геометрией, что сразу же стало понятно, что Лобачевский занимался не ерундой, а готовил математические основы для будущего аппарата будущей физической теории. Можно сделать шаг следующий. Можно перейти от геометрии Лобачевского к геометрии многомерного времени. И здесь также нет ничего, что указывало бы напрямую о связи нашего мира с таким чисто воображаемым пока многообразием, но таким связующим звеном является математика, алгебра, законы геометрии. При изучении многомерных времен у нас очень многие моменты меняются по сравнению со своими аналогами в многомерных пространствах и многомерном пространстве времени. Например, современные геометры изучают свойства пространства многомерного и многомерного пространства времени, отсталкиваясь от такого фундаментального понятия, как скалярное произведение двух векторов. Задавая скалярное произведение, в пространстве и в пространстве времени мы можем получить очень многие свойства. Что здесь важно? Скалярное произведение — это вполне определенная математическая форма и от вполне конкретного числа векторов. От двух. Не от трех, не от одного, а именно от двух. И отсюда получаются такие понятия, как квадрат расстояния или косинус угла. И оттуда получаются группы движений, группы комфортных преобразований. Ну и дальше, дальше, дальше. Очень много что можно получить, основываясь от единственного понятия — скалярное произведение. Если же мы переходим к парадигме многомерного времени, мы должны подняться над понятием скалярного произведения на следующую ступеньку. Перейти от скалярного произведения двух векторов к скалярному произведению трех и большего количества векторов в зависимости от того, сколько измерений у нашего многомерного времени подразумевается. В частности, для четырехмерного времени с заменой скалярному произведению двух векторов является скалярное поле произведения четырех векторов. И вот уже из этого замененного фундамента вырастает все то, что мы можем познать о четырехмерном времени, не имея ни одного эксперимента за душой. То есть систематематически изучая вот эту базовую конструкцию, четырехлинейное симметрическое произведение четырех векторов, мы можем получить аналог расстояния, только это будет уже интервал и не между точками в пространстве, а между событиями в четырехмерном времени, и аналог угла. И те самые дополнительные метрические характеристики, которые как класс отсутствовали в понятии пространства, мы их называем полиуглы, трингл, квадроугол, полиуглы. И вместе с этими дополнительными метрическими характеристиками мы получаем возможность чисто математически выйти на дополнительные непрерывные нелинейные симметрии, которых также не было в пространствах. Что такое угол геометрии Берольда Морра? Даже попытка ответить на этот вопрос была связана с достаточно продолжительными исследованиями. Понятие угла в Пинцлеровой геометрии можно подходить с разных сторон. Будет получаться разное выражение. Оказывается, их несколько углов. Скажем, в трехмерном пространстве Берольда Морра между парой векторов ни один угол, а два. Независимо. В отличие от эвклидовой геометрии. Вот это вот уже не сразу пришло осознание. Возможно, существуют геометрические объекты, у которых нет аналогий в их следовом пространстве. Их поиск продолжается. Если мы их найдем, с ними будут связаны некоторые новые возможности в этой геометрии и, возможно, новые симметрии. Ну а наличие симметрии – это всегда некоторые новые возможности физики. Если мы будем применять геометрию для описания физики. Мы изучали, опять-таки, чтобы двигаться от простого к сложному, сначала двумерную модель. Двумерная модель, по сути дела, в каком-то смысле совпадает до определенного этапа с двумерным миром Менковского. Поэтому здесь есть интуиция, есть много аналогий, и они подсказывают, в каком направлении идти. Здесь, можно сказать, построено достаточно полное, в каком-то смысле, даже исчерпывающая теория поля. Она получается вообще такой замкнутой и красивой. Если добавить некоторые дополнительные принципы, они тут легко добавляются. И вот, что удивительно, они здесь работают. Эти принципы позволяют вычислять фундаментальные константы в этом двумерном мире. То есть, не остается никакого произвола. Мы нащупали такие правила, которые позволяют полностью рассчитать свойства двумерной вселенной. Она одна единственная, никакой другой нет. В общем, в этом смысле эта теория, она закончена. Вот то свойство, что многомерное время обладает множеством различных симметрий, комфорных, связанных с углами, и поликомфорных, связанных с сохранением полеуглов, косвенно подсказывает нам то, что в таких многообразиях есть место для полей, которые, в принципе, могут отсутствовать в изучаемых современной физикой пространствах и пространствах временах. Мы такие поля стали называть гиперболическими. Эти новые для современной физики гиперболические поля являются необходимым и естественным элементом только многомерных времен. Обычные поля, они носят силовую природу и связывают между собой элементарные частицы. В пространственном временном смысле они работают между мировыми линиями, каждая из которых интерпретируется как мировая линия частицы. Гиперболические поля связывают между собой точки многомерного времени, то есть события многомерного времени. С моей точки зрения, такие поля и их объекты, то есть события, более элементарные, более фундаментальные. Из них можно, надеется, получить объяснение обычным пространственно-временным силовым полям и обычным материальным частицам, но никак не наоборот. И это один из важнейших моментов данной теории. Идея многомерного времени автоматически приводит к замене главного объекта современной физики. На смену элементарным частицам приходят элементарные события, а силовые поля между частицами при этом заменяются несиловыми полями времени между событиями. Для нас, получивших образование в рамках старого подхода, это весьма непривычно и приходится напрягать воображение и логику. Но если такая замена главного объекта нашего внимания даст весомый результат, то подобные усилия придется сделать и перейти от частиц к событиям, а от привычных силовых полей к полям гиперболическим. Простейшим нетривиальным гиперболическим полем и связанным с ним объектом можно считать поле точечного события, которое по аналогии с полем материальной частицы, в частности с кулоновским полем или ньютоновским полем гравитирующей частицы, можно считать поле точечного события. И это векторное поле, которое связано с таким точечным событием, вырождает не пространственное поле, а пространственно-временное. То есть стрелочки этого векторного поля заполняют собой все вот это многовременное многообразие. И в частности для точечного события это геометрически полный аналог точечного источника в пространстве. Помимо точечных событий, связанных с источниковым типом, можно рассматривать точечные события вихревого типа. Мы знаем, что точечный вихрь, по крайней мере в двумерном пространстве, можно представлять концентрическими окружностями. В двумерном, в частности, времени точечный вихрь можно также представить концентрическими окружностями, но в другой метрике. Метрика-то уже не пространственная, а двухвременная, И концентрические окружности здесь выглядят как гиперболы. Именно отсюда возник термин гиперболическое поле, то есть вихри многомерного времени тесным образом связаны с гиперболического вида векторными линиями вот таких элементарных полей. Соответственно, комбинируя источники и вихри, как в двумерном пространстве в обычном, так и в двумерном времени, можно получить все более сложные конструкции, в частности вихри-источники. Практически так же, как и у Лобачевского, следуя определенной математической логике, можно было получить законы геометрии Лобачевского, не проведя ни одного эксперимента. Так и в многомерном времени. Следуя математической логике той конструкции, что мы называем многомерное время, мы можем получить свойства тех элементарных зарядов, ни одного из которых мы еще в природе не видели, ни одного эксперимента не поставили. То есть здесь можно построить некий вариант обобщения, ну пускай воображаемой физики, законы которой нам известны, не проведя ни одного эксперимента, типа экспериментов Ньютона, Кулона, Прадея, Ампера и так далее. Это замечательная возможность построить конструкцию, качество и надежность которой можно в последующем проверить на опытах, но изначально опытов мы не проводили. Мы заменяем эти опыты математической логикой. Но можно ставить задачу и экспериментального подтверждения этих чистотеоретических, чистоматематических построений. Если у нас теория приводит к тому, что она подсказывает существование некого нетривиального поля, связанного непрерывными симметриями, вот такого многообразия, как многомерное время, значит, если эта конструкция имеет отношение к реальному миру, должны быть следствия из этих математических конструкций, которые проверяемы в эксперименте. Мы предсказываем их с помощью математических средств, а проверяем уже с помощью специально поставленных опытов, экспериментов, которые, конечно, кстати говоря, могут быть и достаточно простые по форме, но почему они не ставились раньше, это опять-таки просто потому, что не возникало идеи об этих экспериментах. На самом деле это в некоторой степени иллюзия, что эксперимент не зависит от теории. Когда мы ставим эксперимент, формулируем его условия, мы находимся в рамках тех понятий, на языке которых мы этот эксперимент описываем и интерпретируем. И сама теоретическая основа, концептуальная, она уже предписывает направление экспериментирования. Вполне возможно, что очень простые эксперименты, они просто разбросаны вокруг нас, но мы не обращаем на эти возможности внимания, потому что нам не позволяют наши теоретические предпосылки посмотреть в эту сторону. Чтобы поставить простейшую серию экспериментов, необходимо иметь что-то вроде источника поля, в данном случае гиперболического. Источниками электрических полей, мы знаем, являются электрические заряды. Вот, нужно взять заряженный объект электрический, и с ним можно проводить опыты, типа тех, что проводил Кулон. Чтобы получить информацию о гравитационном поле, нужно взять заряд гравитационный, то есть массу. Можно в области, связанной с этой гравитационной массой, изучать напряженность гравитационного поля. Гиперболическими зарядами нужно поступать по аналогии. Нужно взять источник гиперболического поля, правда, его, в отличие от электрических зарядов и гравитационных, мы не можем обозвать, что же является источниками этого гиперболического поля. Но предположим, что мы знаем, что является точечным источником гиперболического поля. Тогда, в окрестности, но только уже не пространственной, а пространственно-временной этого гиперболического заряда, мы должны поставить пробный гиперболический заряд на аналогии пружинки, то есть снабдив его устройствами, измеряющими параметры течения времени. Интервалы временные, скорость течения времени, ускорение течения времени, в точках многомерного времени, соответствующих определенным событиям. Тут мы вынуждены делать некие априорные предположения, и одно из них заключается в том, что таким точечным событием, которое можно рассматривать как простейший гиперболический заряд, является событие, то есть точка, в которой очень быстро и очень мощно один вид энергии преобразовывается в другой. Такими событиями могли бы быть взрывы, вспышки, например, лазерные, землетрясения, удары массивных тел друг от друга, ну и так далее и тому подобное. Если мы будем в пространственно-временной окрестности такого точечного события изучать характеристики, связанные с временем, у нас есть надежда, что таким образом мы поймем устройство предсказываемых гиперболических полей. Раз есть гиперболические поля и их источники, то должны быть и детекторы, которые способны регистрировать воздействие таких полей. Оказывается, по крайней мере, это нам представляется естественным, что детекторами предсказываемых гиперболических полей, в отличие от детекторов обычных полей между частицами, являются не динамометры или их аналоги, а часы и их аналоги. Это достаточно симптоматично. В самом деле, если силовое поле, его наличие, его интенсивность, мы проверяем на практике тем, что создаем приборчик типа динамометра, грузик с пружинкой, зарядик с пружинкой, и наличие и интенсивность поля замеряем по пространственному смещению этого пробного грузика или пробного заряда на пружинке, то такое поле, которое уже не является силовым, как гиперболическое, мы должны измерять, и его интенсивность должны измерять, заменяя динамометры на их временные аналоги. Что является временным аналогом динамометра? Хронометр. Хронометр или часы – это аналог линей. Но кроме линейки для пространственных измерений, нам нужны устройства, измеряющие скорость, ускорение, гидрометры, филерометры, ну и целая палитра различных измерительных устройств. Для многомерного времени все точно так же. Кроме линеек временных, то есть часов, нам потребуются аналоги спидометров, акселерометров и тому подобное. Но построить эти аналоги можно не ранее, чем мы зададимся вопросом, что такие не силовые поля существуют, что их источниками является не частица события, ну и что мы вообще хотим измерить эти поля, и задавшись этой целью, будем постепенно, успешно или не очень успешно эту задачу решать. Пока же эта задача не ставила ни поля, ни свойства этих полей, ни свойства источников этих полей не анализировались, ни в теоретическом плане, ни в практическом плане. Можно сказать, что мы, наверное, одна из первых групп, которая полномерно приступила к изучению вот таких нового типа фундаментальных полей, отличающихся от обычных, вот своей природы, что они связывают между собой не частицы, а события. Моя часть начинается просто там, где заканчивается часть теоретиков, вот, которые эти гиперболические поля придумали, и сказали, что у них есть такое замечательное свойство, что они локально изменяют скорость течения времени. Для того, чтобы поставить такой эксперимент, нам нужны высокостабильные часы, и в качестве таковых мы выбрали кварцевый генератор. На настоящее время технологии изготовления высокостабильных кварцевых генераторов они дошли до такого совершенства, что по некоторым параметрам они вполне сопоставимы, скажем, со стандартами времени частотысок, например, руби-деланных. А второе, что нам нужно, нам нужен источник этих самых гиперболических полей. И тут есть две возможности. Первое, это использовать природные источники. Второе, создавать их сами, создавать искусственные источники этих полей. И если предположить, что действительно такие поля существуют, то есть поля, которые локально изменяют скорость хода времени, и что в процессах трансформации энергии они генерируются, тогда мы можем рассмотреть ряд природных источников, которые создают эти поля космические, взрывы сверхновых, выбросы на Солнце, падение крупных энтеоритов. И если в этих процессах генерация гиперболических полей, то они должны приводить к некоторым наблюдаемым последствиям. В случае, когда источником гиперболических полей являются процессы планетарного или космического масштаба, воздействие этих полей на ход времени может проявляться, например, в синхронности изменений скорости протекания процессов различной природы, которые находятся в разных точках пространства. Кроме того, гиперболическое или пространственно-временное векторное поле является направленным, поэтому следует ожидать, что при соблюдении некоторых условий в процессах, также обладающих некой направленностью, будут наблюдаться всплески или затухания скорости протекания таких процессов под воздействием гиперболических полей. Нужно сказать, что такого рода наблюдения ведутся совершенно независимыми группами исследователей, и если все это собрать вместе, то получится, наверное, такой довольно уже солидный обзор работ на эту тему, в которых наблюдается как синхронность протекания совершенно независимых процессов, так и выбросы иногда на порядок, повышающие интенсивность или амплитуду изменения какого-то параметра. Например, в экспериментах Пархомова измерялась скорость бета-распада радиоактивного кобальта, который помещался в фокус параболического зеркала. В показаниях зарегистрированы периодические всплески скорости распада, иногда с увеличением скорости в несколько раз. Любопытно, что контрольные измерения на образце радиоактивного кобальта без зеркала таких выбросов не показали. Когда же источники менялись местами, то всплески скорости бета-распада вновь фиксировались только у источника, который находился в фокусе зеркала. Можно вспомнить работу Юрия Алексеевича Баурова по мониторингу показаний кварцевого гравиметра, в которой он использовал два прибора. Один помещался в магнитное поле, специальным образом организованное. Второй был контрольным. Вот именно в том, который помещался в магнитное поле, наблюдались выбросы. То есть, когда измеряемый параметр в несколько раз увеличился по анкитуде. Группа физиков из Санкт-Петербурга, Шаповалова, Трошичева и других, в ходе своих экспедиций в Антарктиду обнаружила подобные выбросы в работе полупроводниковых приборов. Фиксировалось до двух десятков выбросов в сутки. Эксперименты с искусственными генераторами гиперболических полей. Первый такой эксперимент, который был задуман и реализован, состоял в том, чтобы использовать явление механического удара в качестве генератора гиперболического поля. Для этого была построена лыжка 15-метровая, в которой была система, направляющая падение 150-кл граммового груза на стальную мишень. И вот в момент удара происходит переход генетической энергии к этой тяжеленной баллонке в различные другие формы. И у нас была надежда, что в этот момент могут генерироваться и наши гиперболические поля. Поэтому организовал специальный эксперимент, который регистрировал сигнал кварцов для генератора в окрестности момента удара. После этого писался сигнал того же генератора без удара, контрольный. И так проводилась серия, состоящая из низких десятков ударов и контролей. После этого для каждого измерения рассчитывалось аспектр, они суммировались и вычитались друг при друга, чтобы визуализировать ту разность, которую между ними есть. И если посмотреть, что должно получиться, когда мы вычитаем так спектры, то результат будет сильно зависеть от того, что со спектром происходит. Если происходят какие-то искажения, перекосы, то есть все, что угодно будет происходить. Но если там есть частотные сдвиги, которые мы и ожидали, то эти спектры, они должны как бы просто сдвинуться друг относительно друга. И мы будем видеть некий очень характерный разностный спектр. У него будет очень характерная узнаваемая форма. С нашей большой радостью там реализовался именно этот случай. Именно явление частотного сдвига. И практически во всех экспериментах мы получали именно частотный сдвиг и ту форму разностного спектра, которая должна была быть, если наши ожидания верны. Нам были оценены теоретически, экспериментально, возможные артефакты, рассчитанные величины воздействий, которые могут они оказать на наш процесс, на частности издвиги кварцевого генерала. И оказалось, что все события вот такого рода, все артефакты, они дают очень маленький вклад, который, ну вот, не сопоставим тем, что наблюдается в эксперименте. Или они должны, скажем, приводить к совершенно другой форме спектра, чего, опять же, не наблюдается. Основной, конечно, кандидат на такую мощную помеху это сейсмические и акустические салибаны, потому что когда у вас 50-килограммовый груз падает, с высоты и полтора десятка метров, остальное накование, это вот еще звук. Но здесь на самом деле удалось добиться практически полной чистоты опыта за счет того, что по нашим ожиданиям гиперболические поля распространяются со скоростью света, в то время как скорость распространения звуковой и технической волны намного порядков ниже. И если мы выберем определенным образом расстояние, на котором мы располагаем наш генератор от места удара, то у нас оказывается некий временной запас. Наша гиперболическая волна уже должна действовать на кварцевый генератор, в то время как звуковая и техническая волна не успевают дойти. И процесс измерения был организован таким образом, чтобы весь тот временной ряд, который мы регистрируем, успеть записать до момента прихода вот этих помех. В процессе удара могут генерироваться электромагнитные какие-то воздействия. Мы их тоже оценили, но здесь важно не то, что они там оказались намного порядков меньше по амплитуде, чем величина воздействия, которая должна приводить к каким-то видимым эффектам, а важно то, что они должны давать совершенно другую картину разностного спектра, причем совершенно кардинально отличающиеся от того, что мы наблюдаем на эксперименте. Поэтому то, что мы наблюдаем, связано очевидно по самой картинке, не с электромагнитной какой-то помехой. Сотни подобных пробных замеров мы провели, и в каждой серии экспериментов надежным образом фиксируется дополнительно к обычным сплетиям вот такой степени возмущения в равномерности входа, которого не объяснить ни последствиями звуковой волны, связанной с ударом непосредственно сейсмической волны, ни последствиями электромагнитного импульса. То есть можно достаточно уверенно интерпретировать сбой показания часов именно как факт регистрации, прохождения через них волны гиперболического поля. Конечно, хотелось бы прийти к лабораторным измерениям, потому что измерения вот с этой балансом, это измерения практически полевые. То есть измерения на улице сильно мешают погодой иногда. Одна серия измерений обычно занимается и световой гильминей. И поэтому очень дорогие получаются данные, очень сложно их получать. И хотелось бы найти какой-то лабораторный источник. Один из таких вариантов – это разряд мощной конденсаторной батареи на лампу, которая используется в системе накачки мощных лазеров. Идея была просмотреть поэтапно, то есть процесс, когда срабатывает лампа, дальше можно просмотреть момент, когда формируется лазерное озвучение, ну и дальше посмотреть, скажем, вот действие лазерного луча на какую-то мишень. Там тоже происходит процесс консформации энергии, не появляется ли что-то там. Такая многоступенчатая программа. Мы сейчас реализовали только первый этап. Предварительные результаты обнадеживающие. Мы тоже получили очень такой хороший, чистый частотный сдвиг. Но это самые первые результаты. То есть пока были проведены первые серии измерений. И о них пока нужно говорить с осторожностью, потому что данные будут еще обрабатываться, еще проверяться. И может случиться, что все-таки это что-нибудь не то. Но вот первое все-таки в игре дошло. Что-то есть. Есть что проверять. И это уже приятно. Было бы более тоскливо, когда проверять было бы нечего. То есть когда никакого воздействия, никакого воздействия. Ну вот эти работы, они будут продолжены. Это уже начавшаяся экспериментальная программа. Уже там как бы все отважено. И также в наших планах посмотреть другие процессы, которые происходят с достаточно большим выделением энергии. Наверное, в ближайшее время это будет кавитация и, возможно, взрывы проволочек. Когда большой импульс ток, он там испаряет, взрывает проводник. Почему мы предположили, что источниками гиперболических полей являются события, в которых происходит локальная трансформация энергии из одного вида в другой? По своей сути, источник гиперболического поля, по крайней мере так, как мы его представляем, это является источник ничего другого, кроме как времени. Это источники или особые точки, в которых рождается время. Найти объекты или процессы вокруг нас, которые можно было бы заподозрить в качестве источников времени, не так-то и просто. Вроде бы как вокруг нас время не рождается, мы просто живем в нем не самая как бы рекой времени. Недаром еще используется словосочетание река времени. Но то, что где-то далеко в прошлом могли быть источники этого времени, оно как бы само собой напрашивается. И современная физика источником времени, в общем-то, оперирует. Таким источником подразумевается событие Большого Взрыва. Именно тогда родилось время, именно тогда родилось пространство, по крайней мере, по представлениям той же общей теории относительности. Заменяя парадигму пространства времени на многомерное время, мы тоже опираемся на то, что время где-то рождается. Оно могло рождаться в недрах такого объекта, как Большой Взрыв или его аналог, переложенный на язык уже многомерного времени, а может рождаться в очень многих событиях. То есть, сами такие микровзрывы, порождающие время, могут существовать вокруг нас всегда и везде. Мы просто не замечаем их по той причине, что, грубо говоря, количество времени, которое порождается в таких особых точках, источниках времени, оно относительно мало по сравнению с тем потоком времени, которое родилось давно в прошлом. И добавки микроскопические, вот именно такие микроскопические добавки в потоке времени, которые происходят вокруг нас постоянно, я и называю гиперболическими источниками, источниками гиперболического поля. Если есть события, в которых время рождается, должны быть события, в которых время исчезает. То есть, должны быть и источники, и стоки времени. Но в таком четырехмерном времени, которое, на мой взгляд, максимально близко к реальному миру, должно наблюдаться 16 типов элементарных гиперболических зарядов. Зарядов, которыми обладают события, не частицы, а именно события. Здесь будет аналог источнику, аналог стоку, и 14 типов аналогов вихрей. И они связаны с количеством вершин четырехмерного гиперкуба. Причем вихри, это не привычный нам образ кольцевого вихря, а вихрь, когда вместо окружности, вместо циклического повторения по кругу, имеется гиперболическая окружность, вытекающая из метрики, финстеровой метрики. Это сложная гиперболическая кривая, не замкнутая. И вот точки такого многомерного времени, где находится точечный гиперболический вихрь, мы можем считать обладающими гиперболическими зарядами, вихревыми. В современной физике элементарных частиц часто проявляется такое свойство, которое называют восьмеричностью, восьмеричный путь. То есть многие свойства тесно связаны с восьмерками. В четырехмерном времени возникает 16 вариантов элементарных зарядов. Но они не сами по себе существуют, они существуют парами. Плюс-минус, правый вихрь, левый вихрь и так далее. То есть 16 элементарных событий можно разбить на 8 пар элементарных событий. И очень может быть, что тот восьмеричный вариант симметрии, который наблюдается в квантовой механике, есть не что иное, как отголосок вот этой шестнадцатеричности, связанной с событиями. Значит, можно сказать про некую адекватность, которая видится в отношении квантовой теории, потому что квантовая теория до сих пор остается такой теорией необъясненной в каком-то смысле. По сути, она сводится к набору правил, к которым можно привыкнуть, на которые нельзя понять. Возможно, она прольет свет на понимание квантовой теории. И при этом эта квантовая теория будет формулироваться в альтернативных терминах, так что, возможно, сначала она будет неузнаваемой. Многовременность дает нам именно вот такую альтернативность. Все-таки квантовая механика это механика элементарных частиц. А мы говорим о элементарных событиях. События это более глубокое понятие, нежели мировая линия частиц. То есть это как точка и кривая. Ясно, что из точек можно построить кривую, но из кривых получить точки можно, но довольно сложно. Поэтому я надеюсь, что сменив парадигму пространства из пространства времени в пользу многомерного времени и поставив на ключевое место вместо элементарной частицы элементарные события, мы сможем предложить новые физические теории, более глубокие, из которых современные представления о частицах и о обычных силовых взаимодействиях между ними будут получаться как следствие. Скажем, у нас есть какая-то физическая система, у которой существует несколько принципиально разных схем поведения. Они не переходят непрерывным образом одно в другое, что-то типа дефоркации. И мы в эксперименте имеем дело либо с одним, либо с другим, либо с третьим. Имея в руках концепцию многомерного времени, можем сказать, что на самом деле мы имеем дело с одним и тем же объектом, который лежит в основе этой физической системы, но различные моды поведения они описываются как бы различными способами прочтения единой абсолютной истории, которая лежит в этом многомерном времени. Мы можем прочитывать это по-разному, одним, вторым, третьим способом. Каждому из них соответствует свое временное измерение. И все это объединяется в одном схеме. предсказаниям. В проведенных нами экспериментов можно сделать следующий вывод предсказания. Фактически получается, что любое событие, в процессе которого большое количество энергии переходит из одной формы в другую, и при этом длительность такого события мала, мощность процессов велика, должно возмущаться в поле времени окружающей такое событие окрестностей. И, соответственно, в таких явлениях, как столкновение пучков ускоренных элементарных частиц в том же суперколлайдере или в другом ускорителе, это также событие с большими энергиями взаимодействия и с огромными мощностями. Это означает, что если наша гипотеза верна, в окрестности сталкивающихся элементарных частиц внутри ускорителя должны возникать локальные возмущения в скорости хода времени. И если не учитывать этого обстоятельства, то интерпретация результатов может быть не совсем идеальной. Поэтому мы считаем, что такую возможность нужно, по крайней мере, иметь в виду и проанализировать все накопленные экспериментальные результаты, которые есть, с точки зрения и возможного влияния в момент столкновения на скорость течения времени, на скорость хода часов. следует признать, что те эксперименты, которые мы уже провели, достаточно просты. Можно их сравнить с теми первыми опыты по электромагнетизму, которые проводили люди, когда наблюдали, что, причесывая расческами из определенного материала, волосы прилипали и понимали. То есть ясно, что какое-то присутствует взаимодействие, но о его природе, о его нюансах по таким грубым экспериментам догадаться очень сложно. И нам, например, хотелось бы перейти от таких примитивных опытов рано или поздно к более серьезным. В частности, к таким, которые могли бы быть финцеровыми аналогами опытов кулона, когда бралось специальное заряженное тело, и в поле электрического заряда этого тела помещался пробный заряд динамометром или каким-то другим устройством, которое бы показывало силу, создаваемую этим зарядом поля. То есть, грубо говоря, из всех кулоновских опытов в результате возник фундаментальный закон, закон кулона. Напряженность электрического поля падает обратно пропорционально квадрату расстояния. На этом мощном фундаменте фактически базируется большая часть современной электродинамики. И не будь этих опытов, трудно представить себе уравнение Максвелла с когда-нибудь созданными. В нашей ситуации должны быть аналогичные по своей фундаментальности опыта, когда мы брали бы одиночный точечный гиперболический заряд, то есть, особое событие, в частности, событие соударения элементарных частиц или макро-телл, и мерили в окрестности этого события в пространстве времени ослабление некого поля, то есть, поля времени. Как часы реагируют на различных удалениях от события не в пространстве, как мы привыкли получать закон Кулона и Ньютона, а в пространстве времени, зависимость, аналогичная закону Кулона, в нашем случае, должна иметь своим аргументом пространственно-временной интервал, или многовременной интервал. И как предсказывает математика, как предсказывают гиперкомплексные числа и геометрия с метрикой Финцерова-Бервальдемора, такая зависимость должна быть обратно пропорциональна первой степени Финцерова-временного интервала, то есть, воздействие на время ослабевает обратно пропорционально временному расстоянию от момента события, но до события, которые происходят в иные, более удаленные моменты времени. Это означает, что вокруг нас есть поле, которое способно передавать информацию не сквозь пространство и не по быстро бывающему закону, а сквозь пространство-время, сквозь время, и по закону менее крутому, нежели обратно квадратичной зависимости. Это означает, что прошлое не исчезло, оно вокруг нас, только ослабло. И мы, зная, как интерпретировать вот эти остаточные воздействия от прошлых событий, можем реконструировать это прошлое, обладая соответствующими приборами. На повестке дня встает вопрос о возможности создания временных аналогов телескопов, хроноскопов. Устройства, которые позволили бы смотреть в прошлое. Мне кажется, это очень интересно. Например, посмотреть в прошлое нашей галактики такой хроноскоп, а не то, как она выглядит в электромагнитных полях, было бы очень и очень познавательно. Кроме того, мы могли бы смотреть на галактики соседние, та же туманность Андромеды, которая нам сейчас представляется застывшим облаком миллиардов звезд. В этом случае предстало бы перед нами как эволюционирующее прошлое этой галактики. Мы могли бы посмотреть обратную историю эволюции этой галактики в прошлом, возможно, до миллиардов лет в прошлом, а может быть, и еще в лучшем. Такая перспектива, мне кажется, достойна проверки самой гипотезы, потому что, если кажется именно так, как мы думаем, это целое новое направление в астрофизике, в космологии, причем с возможностями, наверное, более богатыми, чем у современных электромагнитных приборов, несмотря на то, что палитра там достаточно широка. Есть оптические телескопы, есть радиотелескопы, рентгеновские телескопы, гамма-телескопы, а вот появятся еще и хроноскопы, у которых тоже, возможно, есть целая линейка с различными свойствами по диапазону. Это первая возможность для использования на практике. Но есть и второй аспект, который представляется не менее важным. Если существуют гиперболические поля, у них, как предсказывают наши теоретические построения, нет такой зависимости от окружающей нас материи. Электромагнитные волны почти до нуля затухают, не имея возможности проходить через материальные тела. Землю, воду, космические объекты, пыль, обычная планета или Солнце не пропускают электромагнитную волну, и мы теряем возможность электромагнитной связи, как только источник сигнала и приемник разделяет материя со свойствами, экранирующими электромагнитную волну. Гиперболическую волну или гиперболическое поле так легко не заэкранировать. Это же время. Оно течет независимо от того, какая материя окружает детектор. А это означает, что если удастся сконструировать пару передатчик-приемник, связанных между собой гиперболическим полем, то передавать информацию можно будет и под землю, и под воду, и сквозь космическую пыль, и оно не будет подвержено электромагнитным помехам. Те же солнечные вспышки, которые возмущают и делают невозможной обычную электромагнитную связь, скорее всего, окажутся почти безвредными для связи, построенной на новых принципах. Можно говорить, правда, в гипотетическом, конечно же, плане, о создании приборов, позволяющих заглянуть в глубины Земли. Ведь как непарадактально это звучит, собственную матушку-Землю в ее глубинах мы знаем очень и очень слабо. Наши механические проникновения внутрь ограничены несколькими километрами, сверхглубокие скважины. Методы зондирования внутренности Земли оставляют желать все-таки лучшего с помощью сейсмических процессов, связанных с искусственными взрывами или с эхом от каких-то естественных процессов типа землетрясений. Это все-таки не самая полноценную картину в результате дает. А если бы существовали гиперболические поля, для которых не является препятствием вся внутренность Земли, то мы могли бы Землю просматривать примерно так же хорошо, как современные томографы рассматривают человеческий мозг, внутренности и так далее, только уже на глубинах в тысячи километров. И, соответственно, создание таких усовершенствованных геофизических радаров представляется так же интересным направлением. Я бы сказал, что главная задача фундаментальной теоретической физики 21 века это вывести вывести понятие пространства-время. То есть прийти к нему, исходя из каких-то более глубоких физических соображений. Пока-то мы строим любую физическую теорию на фоне готового пространства-время. То есть оно априорно, оно уже задано. А если мы поймем, что такое пространство и время, то тогда уж можно будет ставить более такие практические задачи. А как влиять на это? Ведь пока мы не поняли, что это такое, мы и влиять не можем. А если мы сможем поставить и главное начнем решать эти задачи уже, как влиять, ну тогда, так сказать, перспективы не объявятны. Вот поэтому, я считаю, это самая главная задача фундаментальной теоретической физики, вот предстоящая, так сказать, половина 21 века. Думаю, что она будет решена. Каков наш мир? Описывается ли он теми приемами, к которым привыкли мы и все физики? То есть время отдельно и оно одномерно используется для описания процессов и скорости протекания, а пространство трехмерное или более мерное? Или же в нашем реальном мире на самом деле нет пространственных измерений как объективных сущностей, а нас окружает исключительно одно время, а пространство зависимое понятие, связанное с тем, что любой наблюдатель, имея собственное время, остальные независимые ортогональные временные измерения может воспринимать иначе, чем одномерное собственное время, и у него в его глазах, в его представлениях, в его понимании формируется образ n- одномерного пространства, но оно не фундаментально, оно в этом случае оказывается зависимым понятием, возникающим из более фундаментального свойства быть нашему многообразию чисто временным. Я сторонник вот этой последней возможности, и у меня есть веские основания подозревать наш мир именно в такой необычной конструкции. ВОЛНИТЕЛЬНОМ Субтитры создавал DimaTorzok